Всем привет, я Эмбро, наша компания продолжается за Италию. В прошлой серии у нас Дунайская Федерация напала на Югославию. До этого мы кое-как смогли камбэкнуть. Хотя я там уже отчаялся прям серьезно так. Но здесь ситуация обещает быть еще лучше. Дело в том, что сейчас с союзниками начали воевать британцы, дунайцы и так далее. А Россия пока что в эту войну не вступает. Ммм, империя Цин находится в старушке нации. Это что значит? То, что Российская империя сейчас не просто накинется на эту Австрию с Румынией, она растянется на всю Азию. Тут Япония, Китай, Инда, Китай, это вот тут Азия, почти вот этот вот восточный. И все, вообще класс будет. Здесь в Африке сейчас махач начнется. Тут у нас пока все спокойно. Россия, давай вступай в войну. Я понимаю, для тебя это все очень тяжело, но ты должна поддержать свою союзник, между прочим. Давай, 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 давай. Вступай в войну. Я надеюсь, Югославия продержится до момента, когда Россия еще додумает вступить в войну. А то, что ее могут быстро захватить, а Россия такая так. Так, ладно, мы сюда. Здесь. Ох ты, сколько у них тут дивизий, е-мое. Котел тут есть? Сколько, в принципе, у России дивизий вопрос. Нормально, 300 там есть. Цена стремится к войне. Против кого интересен? Против кого там стремишься. Дети китайцы в этом моде вполне себе интересны. А мы очень редко играем за китайцу. Может быть, как-то это самое. Прохождение сделать за одной из сторон. Ну, то потом решим. А то реально, не помню, что я вообще в за китайцев катал. А тут такой контент прям постоянно придет. Жалко, мод это плохо смотрите вы, если я не за Россию играю. Но может за Китай пойдет. Так что, может, как-нибудь разок еще попробуем записать. Но здесь им отступать некуда, поэтому сейчас просто. Давайте выгоняем их, выталкиваем. Тех. Столицу захватили. Россия, ты будешь в войну вступать? Давай вступай как-нибудь, пожалуйста. Вступи в войну. Ты же в союзниках. Помоги своей Югославии, пожалуйста. Чего же она не хочет-то? Капец. Так, ладно. Здесь я хочу сейчас добить вот это дело. Блин, я в этот армия хотел направить сюда, вот на север. А тут постоянно эти выездки прутся. И нужно, походу, с ними разбираться. Входу, да. Кстати, 16 дивизии еще. Давайте их направим сюда. Нужно сразу зародыш это устранять. Иначе такие проблемы потом возникают сами в курсе. Так что войска занимаются всякой фигней нашей. Давай-давай, подойдите. Подойдите нормально. Уже успели расширить плацдарм. Ну класс. Что сможем здесь делать? Нифига. А ну, может, как-то здесь пробьемся. Ну-ка, давай-ка. Вот так, может быть. Может, даже еще как-то вот сюда вот. И с севернее пошли. Давай. Лучше, походу, получится. Ну-ка, да. Персидки еще войска. Давай-давай. И вот сюда вот. Слушай, так это же котел, походу. Да? Ну-ка, успей встать. Успел. Молодец. Так, удержим, чтобы они ничего не делали. И Берлин мы сейчас будем освобождать. Что ты будешь делать? Подожди, подожди, подожди. Давай, это пьем. Отбери. Все, Берлин сейчас будем освобождать. Сколько у нас там вар скоро? 29? Уже нет, слушай, устануло хорошо. Так, ну вот еще высадка пошла. Ну, так. Нормально, нормально. Потихонечку играемся, балуемся. Еще бы нет, правильно. Бесконечные выставки. Походу скоро я буду делать еще вот такие вот войска, которые будут прикрывать морские базы. Потому что это жесть какая-то. Так, Россия. Ну, пожалуйста, отступи в войну. Ладно, пока здесь давайте будем заниматься. Опа, винтовки новые. Растущая мощь нового мира. Американцы. Ну, давайте, давайте, американцы. Переходите к нам. Так, это что тут плавает? Тону, жесть, сколько тут дивизий у них? Так, ты что? Надо как-то просачиваться. Горы, конечно. Пробуем. Сюда вот. Российская империя. Опа, она вступает в войну. Все, смотри, вступила. Фух, это очень хорошо. Это сразу минус российские выставки, сразу минус российские войска здесь. И здесь тоже минус. Как хорошо. Ой, а жить захотел. Жесть, это очень хорошо. Так, теперь давайте сюда. Вот теперь мы затащим 100%. Это Россия, тут она больше всех нам мешала жить. Призду на еще отвлечется. Британцы отвлекутся. Так, гуляю. Сейчас это добьем, и буду я в топлане дальше. Может, как-то даже пробьем сейчас вот сюда. Вот и сделаем котел тут, правильно. Ну, да, ничего. Да, выйти вот тут. Здесь бы как-то еще пробиться, давай. Доктрину прокачиваем вот сюда. До самого конца, потому что тут еще две стрельцы. Но тут получаем атаку мы очень неплохую. Так, тут еще котел. Давайте закрываем скорее. Фокус пока не беру. Политку коплю, чтобы брать всякие тут полезности. Вот эти вот. Поезда тоже возьмем. Нормирование продуктов питания для того, чтобы получить больше. Пабрик тоже нам надо. Здесь котел есть. Давайте закроем. И может быть, как-то вот сюда пробьемся. Ну-ка, попробуй давай. Сюда, так он из двух сторон. Есть. Теперь, может, как-то все-таки Гамбург возьмем, чтобы войска вытолкать. Ты не атакуете эту дивизию. Вот я хотел котел сделать. Не надо. А, не, вов, получилось. Все, нормально. Закрываем. Давай, девять дивизий российских. Тут. Берлин, там нужно как-то при закрытиях. Есть. Здесь Югославия держится потихонечку, нормально. Тут. Морскую базу взяли, все, это котел. Опять российские войска закрыты. Хорошо то, что мы больше их выстки не увидим. Не думаю, что они будут их в принципе здесь сделать. После того, что случилось. Все, готово. Так, это у нас. Давай-ка иди вот сюда вот. На север одна армия. Прокачиваем тебя. Давай, партизана. И автопланем поехали вы здесь. Пока что вот чисто здесь. Отобьем сейчас вот это и буду заниматься и от Дунайской Федерации. Кстати, по логистике у нас ситуация прям, ну, очень даже неплохая. Поэтому еще немножко поделаю. И надо начинать уже делать морские бомберы. А хотя, какие морские бомберы без истребителей? Надо истребители производить. А то я от них морские бомберы уж не могу послать. Так что давайте вот так вот. А здесь стойте, можем котел сделать. Ну-ка, давай сюда вот, проходи. Сюда еще пробьемся. Давай. И котел есть. Все, закрываем. Сейчас тогда эту группу армий размещу сюда вот на Дунай. И будем его отбивать. Поможем Югославии. А потом ее тоже захватим. Так, давай-ка, хопа. И главный американский войска тоже уничтожаем. Так, а тут, о, да, они уже освободили наш Сейзер. Это все готово. Давайте я отсюда одну армию, пожалуй, заберу. Вот эту. Все. И ты у нас вот сюда вот. Давай-ка вот так. Хотя лучше всего, наверное, знаете, как атаковать? По северу вот здесь вот. Хоба. Потому что здесь горы неприятно. А если мы такой толпой сейчас пробежимся по северу. Может, из-за этого что-то интересное-то получится. А тут нашего на такую неплохо. Наверное, сейчас войска пока не буду делать, которые прикрывать должны морские базы. Потому что, вы все-таки, я уже не ожидаю особо. Хотя нет, вот вы сейчас попробуете, скорее всего. Тут попросту. Ну ладно, будем их ловить. А здесь пока что такое. Как хорошо. Вообще у них войск почти нет. Хотя вот Дунай тут под 200. Мало бы такое бы. Прикрывать такой фронт, когда ты окружен полностью. Все, здесь мы сейчас проходим. Проходим по красоте. Здесь котел образуется. Там тут, конечно, такой котел. Мы Австрию капитулируем. Это тут смысл в этом котле. Хотя нет, позакрывать он нам, допустим, румынские войска, которые, конечно, тоже исчезнут. Но какие-нибудь другие войска, например, империи Цин, которые не исчезнут после капитуляции Дуная, мы можем закрыть. И это было бы очень хорошо. Здесь тебе нужно поставить приоритет моторизации. Это я не источался лишний раз. Немножко давай сузим фронт. А тут нам такое надо. Карпаты залазят. Немцы захватывают Вену. Да какие немцы? Это мы были. Давай-давай, еще дальше проходим. Ну, Дуная просто рассыпается. Так, нет, вот выставку все-таки здесь сделали. Не зря я так вот разместил наши войска. Это кто у нас? Это Канада. Уже можно делать ставки, а кто же выставку сделает? Поехали атаковать, что ли? Одной армии, конечно, но попробуем хотя бы так. Не хочу забирать войска вот отсюда. Отсюда, кстати, можно забрать, между прочим. Смотри, сколько наших союзников. Они Испанию только так обсасывают. Так что давайте еще сюда подведем. Купай, здесь котел. Есть. И вот давайте сюда. Дадим кирка. Тут, посмотри, как классно, а? Жесть. Все, все. Здесь, получается, мы обезопасим себя. Испания тоже готова. Тут, смотрите, британцев разматывают. Тут, смотри, что Россия делает. Или, что ей делают, непонятно пока особо. Но, тем не менее, неплохо все получается. Ого, Южная Африка нифига себе. Разъелась. Новая внешняя политика Германии. Мир был потрясен, когда во время сегодняшнего мирного тура были распространены следующие предложения. Германия должна стоять твердо, иначе она будет разрушена и оставлена в грязи. Идол каждого физически здорового мужчины, который в настоящее время не работает, поднять оружие и сражаться за отечество, которое эхом отозвалось из Германии. Что ж, эти цитаты были частью речи Кайзера в Берлине, на которой присутствовали тысячи и миллионы людей, слушавших его вживую. В дополнение к этим воинственным словам были сделаны четкие заявления, в которых излагалась новая внешняя политика Германии по отношению к другим великим державам мира. Угу. Прикольно, конечно. Берлин мы только освободили, а там уже вон какие пиршества проводятся. Прикольно. Так, давайте сейчас это закрываем. Хотя там сколько войск Британия? Поменьше стало, это хорошо, но флот, конечно, меньше не становится. Поляки Белград захватывают. Да ладно. А то, что мы тут, это самое, не важно. Ну ладно. Давай-ка сейчас будет сюда вот. И все. Это, по сути, котел. Не для австрийцев, конечно, ведь столица у них в Праге. Лонца и тому подобное. И здесь сейчас, кстати, пробьются наши. Да и мы тут тоже. Сейчас мы же, значит, мы тоже пробьемся. Правильно? Правильно. Давай. Котел здесь тоже сейчас закрывать будем. Тоже. Австрий, там собираешься капитулировать. Что происходит? Чувак. Проценты. 91. Ну давай, нормально. Чего у тебя здесь осталось-то? А, ну вот это Прага. Походу-то ее взять осталось и все, и хватит. Но это пока что вот это дело закроем, потом туда побольше войск отправлялись. А, ну, раньше, да. Все. Вот, видите, котлы образовались у нас. Китайцев. О, танки у них хорошие. Румыны и все остальное. То, что не поисчезало. А румыны сейчас тоже должны поисчезать, на самом деле. Но двигаемся еще в сторону Югославии, Греции и аж вот сюда вот. Когда с Балканами разберемся, будем заниматься Россией. А дальше нам нужно как бы идти вот сюда вот. Да, разбираться с Японией. Но я не планирую Индию захватывать. Хотя Цин в рамочке 100%. Да, Цин в рамочке. Цин придется захватить. Раньше, помните, мы Китай обычно обходим и сразу захватываем Японию. Потому что Китай же японский. Япония захватила, Китай в лес. А здесь Китай придется захватывать. Потому что как бы он-то в рамочке. И это прям, ну, для меня в новинку будет. США нападает на Британию. Еще раз мы сообщаем новости о приближающейся войне на горизонте. Поскольку американо-британские отношения, похоже, находятся в худшем состоянии со времен войны за независимость Америки. Несмотря на попытки в предыдущие века улучшить отношения, в конечном итоге они оказались тщетными. Поскольку сегодня американцы осудили британский империализм и экспансию. А британцы, в свою очередь, осудили американское лицемерие. Требования, которые были выдвинуты из-за этого, по-видимому, невозможно реализовать. Поскольку ни одна из сторон не желает отказываться от какой-либо части своей сферы влияния. Война внутри Англосферы, похоже, приближается. Кайзер вмешатся в дела. Так, американцы напали на вот это вот Содружество. Я очень надеюсь на то, что они будут заниматься Азией. Ведь у них тут есть Филиппины, и их нужно защищать. А подожди, Филиппины, это американцы. Американцы еще готовятся напасть на Канаду, но они ведь и так же будут с ней воевать. Короче, сейчас увидим войну между Канадой и американцами. Потом еще, возможно, будут как-то разбираться здесь с Британией. Кстати, Лига нации, она ведь тут еще в Венесуэлл пойдет крошить. Вот эта вот часть тоже. Неплохо. А мы тем временем пока что вот здесь вот территорию сейчас захватываем. И потом пойдем на Россию. Главное обезопасить пока что юг наш. Тут что? Спокойно все. Так, подожди-ка. Давай-ка канадские войска сейчас уничтожим. Как же мы сильно американцы помогли с Канадой-то разобраться, у них там войск. Сотка. Капец, что было, 200 что ли? Мы там столько войск уничтожили, там походу 200 было у Канады по промке у тебя. Ну, войска, конечно, маленький, но все равно такое. Ладно, здесь сейчас заканчиваем, давай скорее. Ну, до Анатолия, конечно, мы сейчас пройдемся. Я не хочу, конечно, ее захватят, на самом деле. Мне главное вот тут вот разобраться с Грецией. А здесь я рассчитываю на союзников, потому что они тут перекроют Константинополь. Вот этот пролив и все. Можно встать просто здесь обороняться и не париться. А тут у нас небольшой участок фронта, и мы тут это, концентрированно пробиваемся, кстати. А что, давайте его расширим. Вот я смотрю, в России по войскам все очень плохо, можно пробиваться. Почему уходим отсюда? Ну-ка, подожди, давай заканчиваем. Давай, ладно, одну армию оставлю сейчас. Вот это вот. Пускай она занимается Грецией. Зачем такая большая толпа? Остальные пускай сейчас бегут на север. Будем атаковать вот здесь вот. Давайте. США, кстати, мы сейчас заключили пакт о ненападении. Я думаю, это лишним здесь не будет. Кстати, уже сюда вот пробились мы. Так, пошли, может, как-то в Крыму встанем. Пока союзники еще не подошли. Германия требует от Франции выплату военного долга. Ничего себе. У этой Франции. Требую на здоровье. Здесь давай-ка сейчас вот сюда вот пролазим. Это армия горняков. Это вот их, конечно, желательно было здесь оставить. Ведь здесь одни горы. Ну да ладно, может, почти закончили. Тут наши, он даже пробились. Это смысл. Ладно, всех вот этих вот наших давайте перекидываем вот сюда вот. Стрелочку ставим. О, Китай. Неплохо. Германия хочет нам даже войска. А, одну дивизию? Не, спасибо. За предложение не хочу такое. Так, тут, конечно, фиговенько. Че, пробиться не можем, что ли? А, нормально. Из-за вот этой вот ситуации всей. Ну, блин. Так, давайте одну армию отправим сюда, потому что все-таки 2 стоит. Нужно быстрее, потому что они сейчас будут расширять ползадарм очень серьезно. Давай-давай. А союзники, ну хоть кто-нибудь, помогите, а? Я тут, главное, он. Разбираюсь тут, но котел все-таки сочный. Поэтому и войска отводить не хотел. Ну, а здесь-то, а? Давайте. Еще берем дектрину. Давайте вот эту. Противотанковая атака, смысл? Я особо танков-то у противников в большом количестве не видел. Прям реально их очень мало у противников. Значит, сейчас еще войска наши подходят. Давайте. Пронт, может быть, немножко стоит расширить. Но я хочу более как-то концентрированно атаковать. И просто идем, и все. Так, ротобеспечение я прокачиваю. Давайте еще вот сюда вот выйдем. Все, 75 дней осталось. Наши войска все равно, конечно, истощаются. Не пофиг на это. Войска, кстати, наши сейчас я награждаю. И даже не знаю, что лучше им взять. Но я беру, он атаку дивизии. Хотя прорыв. Это пехотные войска, и им тут прорыв. Почему он там даст такие проценты? А вот танковым бы, конечно, можно добавлять такой вот. Короче, мы всем атаку протыкаем. А, тут же можно сразу несколько медалей добавлять. Он тут на атаку есть. Сейчас можно на прорыв еще добавить. Или я могу еще атаку добавить? А, вот так еще. Давай уже на прорыв для приличия добавим. Да. Это сколько можно политики втихивать в это все? У нас вклад в войну сейчас уже 32%, в Германии 34%. Польше 14%. Американцев 1% против этих вот. Так, а по потерям? Россия уже 5 миллионов потеряла. В Бразилии почти миллионы, поэтому об кого-то. Ну, понятное дело, она не здесь теряла своих людей, а тут где-то. Ну, кстати, это американцы что-то доделают. А тут почти одни китайцы. А, ну, Канада стоит. Брит, мне... Ну, китайцы прям много здесь сейчас стоит. А тут что у нас? Союзники с Содружной нацией воюют. Ну, тут же Центральная Америка. Вообще, на самом деле, мне бы одну армию перекинуть. Ладно, давайте рискнем. Отведем отсюда одну армию. Поставим вот сюда вот. Чтобы еще плотнее было. И, в принципе, пятерочка здесь хватит. А тут... Ну-ка, давайте. До Бриса дойдем по стариночке. Сделаем котел. Давай-давай-давай. И... Есть. Эскалация на востоке Европы. Российско-германские отношения остаются напряженными. Да, тут как бы я и не спорю. Они действительно напряженные. Крым что-то наши союзники не хотят захватывать до конца. Ну, пускай. А мы сейчас просто с востока вот так вот обойдем. И продолжаем двигаться. Хорошо. Просто ничего не могут сделать противники. Тут даже вон дырки во фронте какие серьезные. Могли бы быстрее выйти, быстрее бы шли. Так скорости не хватает. Начал строить я уже НПЗшки. Потому что тут военные заводы не могу строить. Ведь у нас уже все тут застроено. Все наше. А хотя бы дырки в 30 еще можно. Но давайте вот так вот поставим. И еще НПЗшки. Резина нам нужно побольше, потому что авиацию сделаю. Пока что просто истребители. Ну-ка, давай сюда вот. И заходи в Керчь. Ну, Севастополь пытается отаковать. Англичане захватывают Париж. Что? Да е-мое. Рискнул, да? Как раз. Ладно. Тут хотя бы союзники могут помочь как-то. Давайте подойдем. Я так уйму. А немцы захватывают Петербург. Недавние сообщения из России подтвердили, что столица Российской империи, Санкт-Петербург, пала. Немецкие войска маршируют по городской площади и королевским резиденциям. Царь был эвакуирован, а большинство политиков бежали за Урал. Кайзер Германии объявила победоносные аннексы Петербурга. И хотя по всему городу часто перестрелки с применением стрелкового оружия. Но ясно, что немцы почти полностью контролируют ситуацию. Возможно, величайший город Востока Петербург был символом славянства, восточничества и всей России. Очевидно, что война идет не в пользу России. И если немцы пойдут дальше, у русских будет мало шанса вернуть город. Когда вермахт марширует по улицам, одно можно сказать наверняка. Кайзерейх идет вперед. Неужели немцы достигли Кайзерейх? Да, а кому спасибо? Пробились сюда. Давайте дальше. Че, пройти не можно? Ах, блин. Флот перекрыл пролив вражеский. Ладно, так справимся. Да? Ладно, постой. Те разберутся. Москва. Давайте еще будем Москву ковырять. У России по логистике уже вонкие проблемы серьезно нарисовываются. У военных заводов там, кстати, не сильно больше теперь, чем у Канады. Кстати, че там с Канадой? Нормально. Я надеюсь, что Мексику здесь как-то смогут разобрать. Ну, вряд ли. Просто хотелось бы от Мексики избавиться. А тут как ситуация? Нормально тоже. А процент капитуляции России сейчас составляет 76. Нам бы сейчас Нижний Новгород взять. Дайте вот Кавказ захватить. Владивосток главное взять. О, пытаются. Столист туда не улетит, можно не бояться. Думаю, до Урала дойдем, а нам этого хватит. Так, точнее, это хватит России. Промышленность сейчас прокачал. Че-то нужно еще взять. Акклиматизация холода, кстати, да. Полезно было бы здесь. Фронт сам по себе у нас растянулся. Вот этот вот. Ну, пускай таким будет. А то мы в итоге тут сильно далеко проходим. Давайте я вот дотяну до конца. Чтоб здесь мы тоже проходили. А наши вон сейчас в Анатолии пробираются. Неплохо только такой толпой. А у Анатолии-то и войск. Они, слушай, есть. Что-то здесь как-то я просто не чувствую. Странно. Так, здесь все мы закрыли. Авиацию я даже вон поставил. Я новую добавил, чтобы в то и не путаться. 200 самолетов. Пока вот так. Еще 200, и он готово. Но нужно несколько тысяч. Можно взять сейчас непрерывный фокус. Или подожди, вообще на авиацию. Можно было что-то да попрокачивать. Но я когда авиацию прокачивал, я совсем другие фокусы брал. Поэтому, не знаю, смысл брать вот это вообще есть. Тут стоимость производства где-то снижается. Бонус к исследованиям, к исследованиям. Да у меня там все в принципе есть. Ну давайте я вот это возьму, военно-воздушные силы, решения какие-то у нас будут. Я думаю, стоит взять. А фокус я хотел взять в непрерывной. На это самое, где вот. Производство самолетов. Что это за решение, а? Купить самолеты женщины в авиации. Ага. Опа, по 50 самолетам. Нам такого не надо. А вот, кстати, людские ресурсы у нас заканчиваются потихонечку. Нижний Новгород сейчас я уже взял по процентам 90. Так, доктрины давайте на штурмовики прокачиваем. А здесь фокусы. Ну я, пожалуй, вот опыт авиации, кстати, возьму давайте. Особо не буду это качать. Я вон на флот потом прокачаю. Хотя у нас он кое-как готов. Вон, смотри, красота какая. Потом перекинем его сюда на Дальний Восток. Но я еще хочу понаделать много подводных лодок с огромной дальности. Что-то уж наверняка. Константинополь капитулирует. Готово. Так, мы еще и тут, конечно, балуемся. Но с войсками растянулись. На самом деле, я здесь вообще не хочу находиться. Может быть, давайте это самое. Уйдем просто отсюда. Понадеюсь на то, что союзники наши сами тут справятся. Хотел давай. Ладно, закроем сейчас. Вот. Анатолийский этот. Все, и уходим. Давайте. Так, Казань нужно брать. Давайте. Сразу стрелочки направлю. Там, конечно, ее одной не хватит. Процент 92. Но здесь что-то дальше пройдем. Здесь тоже и пойдет. Кстати, а это ведь будет мирная конференция. О. Мы сейчас Россию добьем. И все. И будем потом делить территории вот эти вот все. Претензии японии к немцам. Да что тут претензиями все разбрасываются? Тут как бы вон, ребята. Что происходит в мире, они претензии еще свои придумывают. Тут бери, что хочешь. Претензии, претензии. Как будто всем не пофиг. Так. Россия. 2% осталось. Давайте. Почти уже все. Упреждающий удар Германии по Японии. Да ты что? Ёбарусь. Вот это, конечно, нежданчик. Война между Японией и Германией. Так, кстати, тут у нас. Еще высадка. Но британцы, конечно, вообще с ума сходят. Чего вы надеетесь-то? Вы же только войскатери. Еще поделали войск. Ну ладно, ладно. Там у них запасы людей. Хороший такой. Итак, смотрите. Я сразу, чтобы не тянуть, проскипил момент мирной конференции. Тут что в итоге я забрал? Балканы, Турцию. Целиком вот это все у нас есть. Далее. Южная Франция. Тут, конечно, с Германией пришлось побороться. Но Варскор у меня хватило. Может, мы его под конец очень даже неплохо так накопили. Но если сюда не смотрите. Ну, смотрите. Это просто Варскор уже относительно Судружества наций. А там мы даже Германию перегнали. Ну, а там пару процентов, конечно. Но все равно смог я взять. И вот еще Мексику. Я целиком заморить. Видите, она очень дешево стоила. Именно Маринетку сделала. Так что провернул такое дело я. А тут Германия вон что. Она отобрела. Польша. Варскор тоже много собрала. Она вон что забрала. И Персию. Вот это вот все себе хапнуло. Как-то вот так вот получилось. Нужно еще дождаться, пока вот капитулируется Дружство нации. И тогда уже посмотрим на границы. Как бы я вот это еще заберу. Вот это вот все. И у нас будет что-то типа Римской империи. Но сейчас я, конечно, изначально войска сюда вот хотел поставить. Но решил все докинуть. Потому что тут нашу территорию в Анатолии. Никто не хотел защищать из союзников толком-то. Поэтому пока что котел, кстати. Мы здесь. Обезопасим себя. Отодвинем границу южнее. Может тут еще часть войск оставлю, чтобы Африкой заниматься. И вот это у нас огромная линия фронта будет. Я вон войска начал делать. Еще одну группу армий начал клепать. Чтобы Индии тоже заниматься. На самом деле здесь будем вот так вот мы растягиваться. Но Индии не прямо. Очень важно нужно будет. Но на всякий случай вдруг нам с юга там придется как-то заходить. Поэтому как-то вот так. Ну и с Японией позже разберемся. Параллельно с этим будем махаться с Британией. По дивкам нормально все. Авиации так же дофига. Флот тоже большой. Поэтому сейчас я тут буду, думаю, за кадром сидеть. Разбираться с морскими бомберами. Истребителей уже неплохо так я сделал. Тысячу причем. Здесь вот разместено было. Двести плюс восемьсот еще. Вот. И как бы морских бомбер понаделаю кучу. Буду здесь вот избавляться от британцев. Сначала мы сделаем так, чтобы здесь вообще высадок в принципе от них не было. А потом уже будем делать высадку. Сейчас давайте здесь. Закроем. Тож котел будет? Или что вообще? Наверное не котел. Ну. Не знаю. Насколько они уплывут? Вроде как не уплывут. Закрываем. Так. Свой флот конечно я пока что не вытаскиваю. Нам этого не надо. Опа. Сюда пытаются высадки делать. Ой как хорошо, что я решил сюда войска Сицилии поставить. Потому что Сицилию отбить это очень тяжелая задача. Кстати. Сюда то они высадку провернули. Причем в морскую базу. Ё-моё. Короче ладно. Сейчас пока что одну армию здесь вот давайте поставлю. Я разберусь. Это все за кадром. Короче сделаю. И к вам вернусь. Когда здесь уже будут какие-то результаты. В следующей серии мы с вами продолжим. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсор. Чтобы получить классные бонусы. Также играйте в мультиплеерной партии. Просто обещайтесь на нашей серверах в дискорде. В ссылке в описании. Ну что ж. С вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. До встречи.